Подводить черту под новациями в основной закон еще рано. Ее подведет группа экспертов и широкое общественное обсуждение. Дискуссия на высшем президентском уровне сегодня пришла к такому решению. Слишком велика цена ошибки и ответственность тех, кто взялся формализовать запрос общества на модернизацию в лаконичной статье новой Конституции. Формат откровенного обсуждения задал сам глава государства. В ходе совещания он буквально подталкивал членов комиссии и рабочей группы к спору, в котором должна родиться истина. Альтернативные позиции прозвучали, но касались они не фундамента, по нему уже есть согласие. Суть и смысл дискуссии – как избирать народные вещи, как сбалансировать ветви власти, как не утратить управляемость на этапе перехода от действующей к обновленной Конституции. Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев выслушал аргументы. Что деляет молодые успешные государства, которых в мире меньшинство, от бурлящих котлов чужих войн и интересов? Очень часто лишь то, как они меняли систему власти и общества. Один неверный шаг – демонстрация слабости, неуверенности. И все, государство подставилось. Дальше речь идет уже не о законе, обществе и развитии. Речь идет о деградации всего. Экономики, прав и гарантии для общества, самой возможности. Жить и развиваться на своей земле. Если совсем просто, посмотрите на несчастных на польско-белорусской границе. Наглядный пример. Как от сумы и войны не зарекаются. Что может спасти? Правая культура и политическая зрелость. Умение постоять за себя, свое государство и свой. Основной закон. Цена ошибки. Свежий казус Белли – повод для войны в союзной Армении. Мало кто помнит, но хаус там стартовал с неуклюжей попытки исправить парламентскую систему. Потом были боевые потери и депрессия в обществе. Более старые, но не менее наглядные примеры – Украины, Сирии, Ливии и Молдовы. Везде, где правили основной закон без учета рисков – война, потери суверенитета и коллапс экономики. Отсюда посыл президента. Черту под обсуждением подводить рано, но и затягивать трехлетний процесс новаций нельзя. Я бы просил вас внимательнейшим образом подойти к тому проекту, который есть сегодня. Вот такой вариант проекта я просил распечатать, для того, чтобы он был у вас, и чтобы мы могли раздать этот проект Конституции весьма-весьма продвинутым и заинтересованным государственным служащим, прежде всего, и не только госслужащим. О элите нашего государства, которые прежде всего откроют эту Конституцию и, почитав, внесут какие-то правки, изменения и дополнения. Ну и, естественно, мы через некоторое время опубликуем проект Конституции после того, как вы окончательно скажете свое слово. Еще это только сырье, будем говорить откровенно. И Всебелорусское народное собрание, и полномочия, и перераспределение – это основное. Вам все равно придется это обдумать и окончательно принять решение перед представлением этого проекта президенту. Беларусь научена горьким опытом внешних советов, поэтому Конституцию пишем сами и под суверенное развитие. Иначе будет как с курдами. Им государство обещали трижды, а заплатили войной, нищетой, бегством через полмира, ядом и газом от польских силовиков. Все благодушные конвенции и приглашения Евросоюза обернулись пытками и гибелью. В Средиземном море, в проливе Ла-Манш, в польском лесу или, в лучшем случае, в литовском концлагере для беженцев. Нация без корней и на чемоданах. От такой судьбы отвело наше первое Всебелорусское народное собрание и первый референдум по Конституции четверть века назад. Тогда это вече спасло страну. Это я вам говорю как президент, который инициировал это собрание. Мы провели шесть Всебелорусских народных сходов, собраний. Какой же это новый орган? И он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю, никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакой Конституции Лукашенко под себя не делает, потому что, правильно эксперты наши отмечают, что Лукашенко другая Конституция может быть и не надо. При этом Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности, сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу, что все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойней вокруг нас не стало. У каждого собственные интересы. Беларусь на перекрестке всех дорог. Спокойной жизни здесь никогда не было и не будет. Нужно обеспечить нормальную жизнь на этом клочке земли для этих десятков миллионов человек и пару миллионов гостей, которые сюда каждый год приезжают. Поэтому очень многое будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу роль и мою роль в истории. Мы останемся в истории. Худо-бедно мы создали свое независимое и суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века. Но ладно, мы, часто об этом говорю, для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство. Наполеоновское нашествие, две мировые войны плюс холодная, распад страны Советов и новый передел мира. По историческим меркам сохранится народу и государству в таком окружении – уже чудо. А приумножить, да еще своей, а не чужой головой – настоящая миссия. Мы, суверенная белорусская политическая нация, получили уникальную возможность. И мы эту возможность реализуем сами. Вот это важнейший момент. Я говорил о угрозе, которая исходит от людей, которые не могут самостоятельно, системно мыслить, которые живут чужим задним умом, чужими лекалами, чужими парадигмами развития, считают, что есть один единственный путь, одинаковый для всех. Вопрос новой конституции далеко не однозначен. Есть ядерный президентский электорат. Для них рекомендации лидера уже мотив голосовать за. Есть прагматики, которых нужно убеждать, что новации сработают в плюс к социальным стандартам и суверенитету. Есть оппозиция, но есть и нигилисты. Для последних чем хуже, тем лучше. И референдум – лишь повод попробовать страну и власть на прочность. А спонсоров – на щедрость. Снова. Социологические исследования показывают, что уже 55-60% населения готовы прийти на выборы и поддержать действующий проект конституции. Не видя еще его, а получая информацию по отдельным моментам. Для чего, зачем конституция, что она важна, что перспективы нашего государства будут очертены. Но если мы хорошо поработаем и опубликуем этот проект конституции, людям расскажем о новациях, зачем мы принимаем эту конституцию, еще раз людям об этом напомним, я уверен, что люди нас поддержат. Должен вас предупредить, что те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали. А это не надо. Нам не надо новая конституция. Дорогие мои, да что вы тогда хотите? Вопрос. Они уже выработали план. Я направил в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Но это посмешище полное. Это план их беглых там за границей для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. Просто смешной. Я уже видовидавший человек, читаю и думаю, неужели опять Запада дуреет и даст под это деньги. Они уже готовятся сломать конституцию. И если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларусь. Ну, история ничему не учит. Весь смысл позиции беглых за границей нам поможет. Прогнуть закон, вывести на улице агрессивное меньшинство, а дальше как пойдет. Либо новые деньги на борьбу с государством, либо украинский сценарий 2004 года. Помните попранную украинскую конституцию? Первый Майдан, третий тур выборов и уже 16 лет от плохого к худшему. Все слова о пираменах. Возврат в чужое прошлое, к чужим ошибкам, по чужой воле. Оппоненты действующей власти не принимают вообще никаких инициатив, направленных на развитие белорусского государства, потому что совершенно очевидно действуют в интересах третьих. Стран, которые выступают конкурентами Республики Беларусь, недоброжелательно относятся к нам на международной арене, проводят недружественную политику в отношении нашей страны. Поэтому любые действия оппонентов следует рассматривать именно через эту призму. Наша же задача состоит в том, чтобы сохранить суверенитет, сохранить управляемость, представить народу такую конституцию, которую по праву можно будет назвать конституцией будущего. Итоги работы группы мудрецов, или официально рабочей группы. Она сводила к компромиссу все предложения комиссии, представляет глава администрации. И это лишь основа. 77 статей поправили, 11 добавили, плюс новая глава. Изменения коснулись и преамбулы, в которой закрепляется в качестве основных принципов конституции сохранение национальной самобытности, суверенитета, культурных и духовных традиций. Эти нормы стали реализацией запроса общества на закрепление нашей национальной государственной идентичности. Ведь по-настоящему независимому государству может быть только присильной нации. Исторический опыт Беларуси и события сегодняшнего дня это подтверждают. Не менее важный конституционный посыл сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне и героизме нашего народа. Важным является закрепление и других новых норм, таких как сбережение традиционных семейных ценностей, поддержка молодежи, семей с детьми, инвалидов, развитие атомной энергетики исключительно в мирных целях, защита персональных данных и другие. Ожидаемым стало закрепление нового института реализации прав граждан, конституционной жалобы. Это предоставит возможность нашим людям напрямую обращаться в Конституционный суд. Расширяя права граждан, одновременно предлагается установить, что долгом каждого является проявление социальной ответственности перед обществом и государством. Спор по форме – это новая конституция или совершенствуем прежнюю? С одной стороны, правки фундаментальны, с другой – преемственность. Нельзя же просто перечеркнуть четверть века своей политической традиции. Я еще раз хочу обратить вас к тому, что мы на все нормы должны посмотреть и на все наши заключения, которые мы давали, идя на изменение Конституции, вплоть до того, вообще надо нам или не надо референдум? Нужна нам новая Конституция или измененная Конституция? Ведь очень много людей, притом наших сторонников, много говорят, а зачем? А нам ничего не надо менять, не надо Конституцию менять. Отмахнуться от этого мы не можем. Мы можем попасть в такие ножницы, или как тут лучше это обозначить, что нас наши люди поддержат, а часть наших людей, сторонников нынешней власти, не будут поддерживать новую Конституцию не потому, что они нас не поддерживают, а потому, что они считают ненужным это делать. Конечно, они заточены на то, что вот президент есть, пускай он работает, пока его ногами вперед не вынесут откуда-то, и Конституция, которая есть, она действовала, страну создали, государство создали, защитили, пусть так и будет. Не под нас мы создаем Конституцию, и тем более не под действующего президента. Вот вопрос в том, как сделать лучше для будущего. Я считаю, что на референдум надо идти. Да, там готовится нам подкинуть пакости и прочее, но слушайте, если мы общество, если мы уже государство создали, суверенное, независимое, но так должны выстоять. В августе прошлого года выстояли, там тоже был такой вопрос, и я его видел. Мне многие уносили в предложение, давайте перенесем, давайте вон проведем там по почте еще, никто не осудит, пандемия и прочее. Я на это не пошел. Дальше больше. Выборы судей Конституционного и Верховного суда, а еще Центр избирком и широкие права граждан на управление своим государством. Президент намеренно обостряет выступление одного из лучших юристов страны. Критикуйте рабочую группу. Оценка председателя положительная, но свое слово должен сказать народ. Конституция – это общественный договор об устройстве общества и государства о системе власти. И поэтому сегодня вся работа делается в том направлении, чтобы было активное участие наших граждан в процессе подготовки изменения Конституции нашей страны. Самая жаркая дискуссия по содержанию – это состав Всебелорусского народного собрания. Кого и как избирать? Тему поднимает Александр Косинец, а дополняет Александр Шпаковский. Главный вопрос – если это высший представительный орган, как сделать так, чтобы делегат из народа не уступал в весе депутату или судье? Любой нам сегодня задаст вопрос – а я могу быть членом Всебелорусского народного собрания? Ответим – да. А он задаст второй вопрос – а как я могу выдвинуться, кто меня изберет и где? Ответа мы не можем тогда получить. Исходя из этого, на районном заседании Совета депутатов 4-5 человек избрать несложно. И это даст возможность трактовать, что это действительно Всебелорусское народное собрание. Этот вопрос не закрыт, как и ни один вопрос не закрыт. Я же вначале об этом сказал. На той Конституционной комиссии, чтобы дальше работать, и всенародное обсуждение пройдет, это будет открытый вопрос, пока не сформируется проект и не будет на столе у президента, который внесет этот проект на референдум. Поэтому этот вопрос также открыт. То, что Александр Николаевич здесь высказал, вполне возможно. Еще один тонкий момент. Переходные положения основного закона. Если их поддержит народ на референдуме. Когда объявлять выборы? Какие институты власти в приоритете? Сколько времени займет переход? Сразу или поэтапно? Это важно. Бывало, что молодые государства ловили на слабости именно в момент трансформации системы. Даже могучий Советский Союз не потянул одновременно экономическую перестройку и политическую ломку Компартии. Президент подначивает экс-коммуниста, а теперь демократа Юрия Воскресенского. Ну давай, оппозиционер, критикуй хоть ты что-нибудь. Сегодня вот этим текстом, с моей точки зрения, мы сделали еще один важный шаг к укреплению суверенитета и независимости республики. Отвечая на вызовы времени и общественный запрос на изменения, нашли место предложения людей, которые имеют свою точку зрения на дальнейшее развитие страны. Но при этом, как и все мы, являются патриотами и связывают свое будущее с Белоруссией и ее процветанием. Куда острее заслуженный юрист Григорий Василевич. Его предложение пока только часть дискуссии. Мне представляется, что было бы правильно ориентироваться на то, что действующий президент, он на переходный период возглавляет и Всебелорусское народное собрание. Почему нет? Как раз обеспечит такой переход. Ну а в перспективе и избрание. То есть все равно статус этих органов, уже уточненный, он завязан во многом на Всебелорусское народное собрание. И где-то вот об этом надо поразмышлять. В целом, предложения усиливают позиции премьера, парламента и судебной ветви власти. Суверенность нашей правовой традиции, ценности и социальную защиту. Но это далеко не окончательный вариант. Свое слово еще не сказала общество и гражданские инициативы. И здесь главное поручение президента – дойти до каждого активного гражданина, выслушать, объяснить, включить разумные инновации в канву основного закона. И сделать это, как и было обещано, за ближайшие три месяца. Мы берем проект и каждый член Конституционной комиссии, это ваша основная работа сейчас, должен его изучить, как у нас говорят, проштудировать и внести предложения, если они будут. Давайте договоримся, что сценограмму Игоря Петровича надо посмотреть. Предложения здесь были. Посмотреть переходное положение, еще кое-какие моменты. Формирование ВНС обязательно. Потому что если мы только будем его формировать за счет депутатов всех уровней, ну получится съезд Советов. Но мы обсуждали эту проблему и хотели иметь более широкую базу, потому что мы определили, что ВНС – это не съезд Советов, а ВЕЧЕ. Но если ВЕЧЕ, то там и разные голоса должны быть. Да, будет дискуссия и прочее, но у нас президентская республика. Все бразды правления у президента, правительства и парламента. Поэтому все надо осмыслить, вот эти предложения. Обновление Конституции – вызов не только для экспертов и власти. Даже в большей степени это испытание белорусов на зрелость общественного договора. Отсюда тезис главы президентской администрации уже после горячей дискуссии. Общее дело взывает к личной ответственности каждого. Государство ни в коем случае не отходит от социальной ориентированности в своей деятельности. Получили развитие многие статьи социальные, но вместе с тем и вводится социальная ответственность граждан перед обществом и перед государством за свои действия, за свою деятельность, поступки и так далее. Это естественно, это процесс двусторонний. Реальное народовластия без декораций на этом спотыкаются даже великие. Возьмите США с их почтой, мертвыми душами и внутренними террористами, зашедшими в Капитолий. А ведь это был даже не вопрос Конституции. Просто обложки для глубинных элит. Я здесь нашла подтверждение, очень важное для меня, как для деятеля культуры, предложение, подтверждение того, о чем мы говорили. То есть это вопрос о семейных ценностях, он серьезно звучит, духовных, нравственных. Вопрос истории запечатлен именно так, ценности Великой Отечественной войны. Вообще традиции именно славянского мира, он здесь очень хорошо изложен. Статья 18, о которой я неоднократно говорил, связанная с нейтралитетом Республики Беларусь, сегодня это изложено в современных реалиях и в связи с тем, что мы видим, и, извините, сегодня разворачивается вдоль наших границ. Цель одна – сохранить Республику Беларусь суверенным, независимым государством. Поэтому отмечено в сегодняшнем совещании, что работа не заканчивается. Потому что для того, чтобы вынести проект Конституции на всенародное обсуждение, он должен быть понятным, должны быть понятны цели этих изменений и к чему они приведут в будущем. Потому что стоит вопрос о написании Конституции в будущем. Историки не зря напоминают шанс на свое государство. Многим народам бывает, что не выпадает столетиями. А те, кто его упускают, обречены. Хорошо, если на зависимое, а то и на подчиненное положение тутейших. Без своих. Государство, Конституции, настоящего и будущего. Андрей Кивошеев, Вероника Бута. Агентство Теленовостей.